Тамбов, Октябрьск, Саратов и, наконец, Самара. В истории Вячеслава и Таисии Кувшиновых было немало городов. В первых родились, в третьем познакомились и поженились, а счастливую жизнь построили в четвертом. На Самарскую землю попали по распределению. Вячеслава направили сюда работать в прокуратуре. С тех пор здесь и живут. Сейчас он судья касационного суда, а она заведующая отделением городской больницы. Вместе воспитали дочь, которая уже подарила им внучку. Особых секретов, как сохранять любовь на протяжении 35 лет, у них нет. Главное, отмечают, уважать и ценить друг друга. Взаимопонимание, терпимость, любовь и сохранение тех ценностей семейных, которые были созданы нашими родителями. Должно быть какое-то взаимопонимание и какие-то уступки, если есть какие-то конфликтные ситуации. И уметь, конечно, в этих конфликтных ситуациях находить какой-то выход. Читу Кувшиновых, как и еще несколько пар, в День семьи, любви и верности поздравляли на приеме в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина вручила семьям медали за любовь и верность, а также благодарственные письма и ценные подарки. Медаль, которую учредили в 2009 году, вручают тем семьям, которые прожили вместе более 25 лет. Вы удивительные пары, которые вместе идут бок о бок много-много лет, воспитывают детей, наверняка уже и внуков воспитываете. И все у вас получается. У каждого из вас своя отдельная история любви, своя отдельная история семьи. У каждого свой секрет сохранения семейного счастья. И надеюсь, что вы этими секретами поделитесь своими родными, близкими, своими детьми. И на вашем примере будут учиться молодые супружеские пары. Супруги, которых наградили медалями, много лет живут в любви и согласии, во всем поддерживая друг друга. Они не только достигли больших успехов в своей профессиональной и творческой деятельности, но и являются прекрасным примером своим детям и внукам. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.